Добрый вечер! В эфире проект «Один за всех». Меня зовут Дмитрий Карпачёв. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Живу я с мамой, отчимом и двумя сестричками. И почти 11 лет меня терроризирует отчим. Он меня унижает, покрывает матом. И что самое ужасное, мне приходится заниматься с ним сексом. Пожалуйста, помогите мне. Я так больше не могу. Этот крик о помощи прислала нам на электронную почту 16-летняя Яна. Имя девочки мы изменили в целях её безопасности. Душераздирающее признание её уговорила написать подружка Катя, без поддержки которой Яна и не решилась бы никому открыться. А так долго молчала она потому, что отчим шантажирует её болезнью мамы. То есть, что мама больное сердце, и если она узнает, она просто не выдержит и умирёт. А умирать, я не хотела, чтобы мама умирала, поэтому пришлось молчать. Когда мы провели собственное расследование, оказалось, что соседи считают семью Яны чуть ли не образцовой, а её отчима – любящим мужем и заботливым отцом. Не пьют ничего, порядная, хорошая семья. Детки очень хорошие, воспитанные. Смотрите, это мои золотые девочки. Это моя солнышко-жена. Но Яна уверяет, что именно этот человек превратил её детство в непрекращающийся ад. А за идеальным фасадом их семьи – годы её страданий и унижения. И чтобы доказать это, девочка готова пройти детектор лжи. Сегодня в студии один за всех признание дочери впервые услышит её мать. Но станет ли она спасать Яну от отчима? И как поведёт себя он сам, когда вскроется страшная правда? Разобраться в этой истории нам помогут гости и эксперты в нашей студии. Телеведущая и мама – Татьяна Высоцкая. Судебный эксперт – Александр Дзюба. Заслуженная артистка Украины – мама, бабушка – Татьяна Шелига. Тележурналист Константин Грубич. Психолог-физиогномист Татьяна Ларина. И наш постоянный эксперт – юрист Михаил Присяжник. Первой, кто узнал страшную тайну 16-летней Яны, стала её новая подруга Катя. Как так получилось, что девочка решила открыться человеку, которого знает всего лишь неделю? Давайте спросим у Кати. Здрасте. Скажи, Катя, при каких обстоятельствах Яна поделилась с тобой этой ужасной тайной? Получается, мне позвонили, вот маме позвонили, сказали, что я еду в санаторий. Мы с ней списались в контакте примерно за неделю до того, как мы ехали. Вот. И потом уже, когда приехали, там мы встретились. То есть, по сути, она открылась тебе, зная тебя всего лишь там… Ну, недели две. Я как бы была в комнате, она зашла, плакала, ну, легла на кровать, начала рыдать. Я села к ней сразу, спрашиваю, что такое. Она сначала, ну, не хотела рассказывать вообще, противилась, говорила, уйди, я хочу побыть одна. Почему она вошла заплаканная? А, до этого ей позвонил отчим, и она, получается, забыла закрыть страничку ВКонтакте, а там у нее была переписка с мальчиком. Он это увидел, он прочитал, он контролирует ее страницы полностью, она говорила. Он просит у нее пароли. В смысле контролирует? Ну, вот он при мне несколько раз ей звонил, говорит, давай породят страницы, я знаю, у тебя есть еще страницы, я буду, ну, смотреть, читать все. Зачем он это делает? Толком я не знаю, но она как бы говорила, что он ревнует. Ревнует? Да. И она начала рассказывать, что отчим ее домогается вот с шести лет. С шести лет? Да, с шести лет. Получается, с шести, примерно до двенадцати. Он просто к ней, как бы, ну, не входил в нее, а с двенадцати лет он уже, ну, полноценно начинал с ней заниматься сексом. Сколько было у Яни, когда отчим появился? Они поженились, когда мама Яны была беременна. По сути, с самого рождения. Фактически, можно сказать, что это его ребенок. Он на нее смотрел с рождения, с нуля и до шести, а в шесть начал приставать. Боже, какой кошмар. Так, сколько ей лет? Сейчас ей шестнадцать. Сколько лет ее отчиму? Сорок семь, по-моему. Как ты думаешь, почему она тебе это рассказала? Я не знаю, просто так получается, что, как бы, я людей так к себе располагаю, я тоже хочу стать психологом, и я пытаюсь, как бы, помогать людям. И вот, когда она мне рассказывала, я ей поверила сто процентов, потому что она сидела и ее трусила. Я говорю, тебе нужно куда-то обратиться, иди в милицию. Она начинает говорить, что в милиции не помогут, плохая милиция. Никто не поверит. А пробовала ли она вообще обращаться в милицию? Ты не в курсе? Может быть, ей там уже отказали? Вроде бы не обращалась. Она просто боится, она запуганная, за маму боится. А что с мамой? У нее проблемы с сердцем, порог. Он ей угрожает, что вот, ну, иди давай, расскажи, твоя мама умрет. У мамы порог сердца, и поэтому Иоанна все это терпит, никому об этом не рассказывает, потому что отчим говорил о том, что если мама об этом узнает, то она умрет. Да. Ну, ну, это как-то, не знаю, отчим, конечно, молодец, что вот такую схему продумал, но, мне кажется, это не соответствует действительности. Она боится вот за маму. Отчим выбрал стратегию манипулирования, и то, что ребенок любит маму и беспокоится о ней, это в данном случае сыграло против ребенка. Да и, наверное, против мамы, потому что, думаю, когда мама об этом узнает, она вряд ли сможет на это отреагировать нормально. А сегодня маме придется об этом узнать. Сколько же она готова была терпеть это все? Она говорила, что вот я потерплю, когда выучусь, я уеду, тогда все будет хорошо. Я говорю, нет, это будет продолжаться, поэтому нужно обращаться сразу и не бояться. А скажи, у Иоанны есть там братья, сестры? Да, у нее сестры есть. Сестры есть? Да, младшие. И она думает, что когда она уедет, все закончится. Мне кажется, что все начнется только для других детей уже. Дело в том, что Иоанна вот этому отчиму, она же не родная, а все остальные, они как бы от него. Типа, к ней можно, а вот к ним нет. То есть для него это нормально, вот к родным нельзя детям, а к чужим детям можно? Да. Ты говорила о том, что он даже ревнует ее с другими парнями? Да, он запрещает ей встречаться с парнями. Если она идет там с мальчиком погулять, ну просто там даже одноклассник, допустим, все, это значит, что она с ним сексом занимается. Он называет ее ш... Говорит, что ты уже там со всем городом перед *** всем даешь. И вот то, что вот я тебя насилую, тебе это нравится. Это он ей такое говорит? Да, он ей говорил. А вот, ну, я понимаю, что ты не так давно знаешь, Яна, но как ты думаешь, доля правды в его словах есть? О том, что у нее есть отношения там со всеми в городе? Нет. Это она не такая. И она говорит, что ей даже это противно. Она говорит, что ей это противно? Да. С того момента, как вы написали нам это письмо, как себя чувствовала Яна, понимая, что делу все-таки дан ход? Ее так трусило вообще, у нее нервы такие были, но она как бы... Я ее пыталась успокоить, в итоге вот она будет здесь и все расскажет. Я знаю, что сегодня в студии есть также твоя мама. Да. Наталья. Мы решили приехать на эту передачу. Я говорю, ты молодец, что ты ее поддержала. Если, понимаете, у девочки никого нету, кому бы она могла довериться. А если бы она с собой, ну, там, жизнь самоубийством покончила, вот такой возраст у нее. Поэтому мы решили поддержать ее. А там дальше, ну, уже что будет? Вот смотрите, с определенной периодичностью нас обвиняют в том, что не надо поднимать такие темы, не нужно вовлекать детей. Надо эти темы поднимать, чтобы знали. Я считаю, нужно фотографии везде развешивать, что этот человек педофил, что он издевается над ребенком, чтобы все знали. Это нельзя молчать. А вот все-таки мы же, раскрывая эту тему, общаемся с ребенком. Ну и что? А если ребенку некому помочь, если, допустим, вот она боится маме рассказать, а что ей делать? Я считаю, если сейчас этот вопрос не решится, то действительно он будет и дальше над ней издеваться. Ну, в любом случае, я с вами согласен, поэтому мы и снимаем такие проекты. Я благодарна, конечно, вам, что есть хоть куда-то можно обратиться. Сам факт того, что дети перестали мовчать, завдяки телепроектам, нехай не доверяем милиции, но они же не есть безумные творения, которыми мы были когда-то. То те родители, которые действительно такими есть, педофилами, злочинцами и так далее, может, это застережит того, что мы и уявить не можем. Я так понимаю, что один из всех снова выходит на тропу войны, потому что вот августовская история очень сильно нашумела, вызвала большой резонанс. И мы в Викнах также показывали эту реакцию, которая просто волной пошла по стороне. Ты знаешь, а мне вот в августовской истории важно не то, что был какой-то резонанс, и нас осуждали, а то, что этот человек сидит в СИЗО. Если ради того, чтобы посадить очередного педофила нужно, чтобы нас осуждали, я думаю, это достойная плата. Для самой Яны приехать в нашу студию было самым сложным решением в ее жизни. Но девушка надеется, что благодаря этому ее страдания наконец-то закончатся. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте. Я вижу, что ты очень волнуешься. Ну, я немного переживаю, но я надеюсь, это пройдет, и все будет хорошо. О чем переживаешь? Ну, я, наверное, больше за маму переживаю, если она узнает за ее состояние. Просто у мамы сердце больное, работает всего два клапана, и любое для нее такое стрессовое состояние или лишний раз понервничало, может стать окончательным. И очень постоянно тебе об этом напоминает, потому что Катя сказала, что это один из рычагов влияния на тебя. Потому что мама узнает и может умереть. Ей моментально станет плохо, и я ничего сделать не смогу. И тогда ты останешься со мной, если мама умрет, и будет еще хуже, да? Ну, он говорил, типа, ну, в общем, или мы или в детдом уйдем, или он говорил, что заберут тогда вас к себе на родину. Куда на родину? В Армению. Ну, да. Услышать о таких перспективах, мама умрет, а ты либо в интернат уедешь, либо в Армению, это, наверное, страшно. Действительно, может быть, мотивация молчать. У меня вопрос сейчас не по маминому заболеванию, а больше, наверное, по отчиму. Когда он впервые начал к тебе приставать? Это было... Мне было 6 лет. Мама ушла в магазин, и он... Это были оральные ласки. Сначала он просто щупал меня руками, а потом уже и языком. Для меня только постепенно начало доходить, что так делать нельзя вообще. И я ему говорила, что я маме расскажу, а он говорил, что если расскажешь, она не выдержит и умрет. И приходилось все-таки терпеть. Плакала, говорила, что больше не могу, не хочу. Он пытался все-таки на следующий день ко мне подойти и пытался. И мама ничего не видела, и ничего не чувствовала, ничего не знала. Вообще у нас это происходит один или два раза в неделю. Один или два раза в неделю? Да. Как? А где остальные там, ну, члены семьи? Это больше, получается, происходит это на выходных. Мама он отправляет на работу, девочки вот это уходят погулять, а я остаюсь дома. Тебя вот вообще не трусит, когда он к тебе подходит? Ну, было, ну, просто со временем я уже просто привыкла и просто жду, пока это все закончится, и все. То есть сейчас это уже у тебя на уровне привычки? Ну, получается, да. Вот я всегда думала, что насилие вызывает сопротивление. Девчонки убегают, дерутся, кричат, все что угодно. Вот в этом-то и дело. Все это было постепенно. Это вот не два-три раза в год он ее насиловал. Он это делал методично, регулярно, минимум один раз в неделю. И теперь просто, скорее всего, для Яны это не событие. Для любой девочки-подростка это будет событие, это будет ужас. А для Яны это вот какая-то норма. Если лягушку бросить в кипяток, она обожжется, но она выпрягнет. А если лягушку поместить в кастрюлю с холодной водой и на медленный огонь, минут через 10 мы будем иметь вареную лягушку. Когда ребенок с детства начинает привыкать к этому, дальше вот когда Яна это осознала, что это что-то не то, но у нее уже есть опыт и стыд, и страх за маму. Мы уже говорим не о том, что он насиловал ребенка, он из нее насильно сделал взрослую опытную женщину. Я когда не соглашалась, говорила, я не хочу или нет, отказывала им, он начинал злиться, ругаться, и дома потом были скандалы. То есть, по сути, ну, секс с тобой это способ успокоить отчима? Ну, наверное, да, получается. А, так подожди, ну, как-то... Ну, ты понимаешь, что на весах это развращение несовершеннолетнего, развращение ребенка и просто семейный скандал? Ну, пусть все скандалят. Ну, просто, как бы, и на маму ругался, и на девочек кричал, и потом доходило, что он мог стукнуть. То есть, он мог стукнуть меня, мог стукнуть маму, и потом девочки плакали. Но тебе же в этот момент было очень плохо. Ну, я знаю. Тихо, тихо, не успокойся. Не плачь. Я не знаю просто, как это назвать, и как назвать этого человека, и через что тебе пришлось пройти. И, я не знаю, меня сейчас трусят. То есть, я дрожу. Это настолько противно. А у меня сейчас, ну, я не знаю, мне бы хотелось поддержать его за горло очень серьезно. Честное слово. Вот. У нас есть твоя переписка с нашими журналистами, где мы можем очень, ну, ясно понять, как он постепенно тебя к этому подводил. А когда ты с ним, что он тебе говорит? Ну, иногда говорит слова любви. Это бывает, когда он пьян. Пьет он уже редко. Во время полового акта тоже можешь что-то такое сказать. Говорит. Как встать, что делать. Знаете, вот, ну, как слова любви вот здесь меня больше всего пора... Ну, я не знаю, как к этому относиться. Какие слова любви? Ну, он говорил, что любит меня очень, что жить без меня не может. Говорил, что хочет от меня ребенка, и предлагал, говорит, давай сделаем ребеночка, родишь мне сына там. Скажи, когда он тебе предлагал общего ребенка, технически вообще как выглядело бы? Он бы сказал твоей маме, что вот теперь, ну, как бы это все было объяснено? Ну, он, получается, говорил, вот, заведешь себе парня, чтобы он был темненький, как я, и родишь, и скажешь, что... Стратег, блин! Слушай, ну, как в свете всего этого его отношения с мамой выглядят? Ну, с мамой он тоже, как бы, может подойти там, поцеловать ее, если там хорошее настроение, там. А мама его любит? Ну, нет, я бы не сказала, что она его любит. Просто... А почему она не разошлась с ним раньше, если она его не любит? Мама мне объясняла так, что живем за его счет, я вот работаю все равно на него, то есть квартиру мы снимаем, поэтому суд отдаст ему детей. Обалдеть. А ты не думала, что мама догадывается об этом? Ну, иногда... Было один раз, что бываем на кухне вдвоем, и мама так спросила у него, так прямо на серьезе спросила, виден был страх в ее глазах. Ну, мы с ним... Он быстро все перевел в шутку, что дети просто шутят. Как давно это произошло, вот эта ситуация, когда дети маме рассказали, сколько времени прошло? Это было буквально вот осенью или летом вот в 2015-м. То есть где-то в районе полугода, чуть больше полугода. Мама с этого времени начала пристально за вами с ним наблюдать или нет? Нет, то есть она поверила, что это шутка, и потом быстро все это забылось. Скажи, а вы что, на кухне сексом занимались? Было пару раз. Как там, может быть, он тебя поощрял за то, что ты с ним спишь? Ну, было пора, что он давал мне деньги. Давал деньги? Да. Говорит, вот, покупай себе, что хочешь. А почему ты связывала это именно с сексом? Он, в принципе, тебе деньги не давал? Именно после этого он давал. Мне интересно, сколько человек, которого мы, безусловно, не можем до решения суда называть педофилом, оценивает невинность ребенка? Ну, это было и 20 гривен, это могло быть 10 гривен. Вроде бы было даже один раз 50. Есть ли в твоей жизни или были ли в твоей жизни другие сексуальные партнеры? Возможно, твои одногодки? Нет, кроме него никого не было. То есть он просто не разрешает мне общаться с парнями. Говорил, что до 18 лет никаких парней. И если он узнал... До 18 лет? А почему до 18? Потому что он говорил, что у всех парня только одна на уме. Если я с кем-то познакомлюсь, то с ним я сразу и пересплю. А у него что на уме? Слушай, какой фантастический мужчина, реально. Тем не менее, есть ли у тебя желание в жизни обрести другого партнера? Или они тебе противны все? У меня есть сейчас молодой человек, мы с ним общаемся. То есть у меня есть к нему симпатия определенная. Но спать пока я точно ни с кем не хочу. Это точно. А сколько лет этому молодому человеку? Ему сейчас 17 лет. И я так понимаю, ты ему не рассказывала об этой трагедии и проблеме? Нет, я ему ничего не рассказывала. Я вот, кстати, этот вопрос тебе хочу задать. Вот, ну... Ты же понимаешь, да? Какой огласке будет предана твоя история? Да, я понимаю. Как ты к этому относишься? Ведь об этом может узнать молодой человеку, которому у тебя есть симпатия. Я постараюсь, ну, просто постараюсь как бы объяснить все ему, чтобы не было никаких отвращений. Не тебе должно быть стыдно. Когда ребенка насилуют, ему не должно быть стыдно за это. Стыдно должно быть тому, кто это делает. Поэтому объяснять это даже не знаю. Мне кажется, что если кто-то не сможет это понять, вряд ли ты ему это сможешь объяснить. Не нужно общаться с людьми, которые недостойны тебя. Ты реально вот сейчас осознаешь все, что сейчас произойдет? Вот этот вот взрыв в вашей семье, очень серьезные изменения могут произойти. Ты понимаешь, что будет? Да? Да. То есть ты осознанно идешь? Да, я понимаю. Просто лопнуло уже терпение. Просто хочется уже избавиться от всего этого и хоть немного зажить как нормальный человек. А как ты думаешь, чью сторону мама займет? Вона захистит тебя, поверит тебе, или она скажет, что ты обманываешь, что такого быть не может? И залишится за Арменом? Ну, я надеюсь, что она все-таки пойдет за меня. Просто боюсь немного. Не знаю. По нашей информации, мама Яны не подозревает о том, что происходит в ее семье. Так ли это на самом деле? Давайте узнаем. Здравствуйте, Наталья. Прошу, присаживайтесь. Мама, я тебя очень люблю. Ваша дочь рассказала о том, что у вас есть серьезные проблемы с сердцем. Я знаю, что вы сейчас были на обследовании. Да, была. Каковы его результаты? В принципе, не так страшно все. Показывали у меня УЗИ, что идет рубцевание клапана. Я не очень понимаю, что это. Постепенно отмирает клапан, и потом их надо будет менять. Постепенно отмирает. А сейчас как? Сейчас все в порядке? Сейчас нормально. Юлия, вы обследовали Наталью? Да. Каковы результаты? Данных за патологию клапана, в частности, приобретенных либо врожденных, мы не выявили. Сердце как орган здорово. То есть у вас здоровое сердце? А почему же ваша дочь уверена в том, что с сердцем что-то не так? Ну, потому что с детства мне ставили кардиоревматизм. Хорошо. Какой-то тут неожиданный поворот, да? Ну, я вообще... Я тогда, получается, рада, если все хорошо. Так в свете этого, быть может, ты хочешь маме что-то сказать? В общем, ты сейчас узнаешь такое. Ну, в общем, просто я не могла тебе очень долго сказать. Что ты плачешь? Просто дверь мне, хорошо? Как вы думаете, что она хочет вам сказать? Не знаю. Ваша дочь, ну, думая о том, что у вас серьезные проблемы с сердцем, большую часть своей жизни боялась вам рассказать свою самую страшную тайну. Думая, что это вас как-то может взволновать, в результате чего вы скончаетесь. Мы специально сделали вам обследование сердца для того, чтобы точно знать, что все будет хорошо. И хотим помочь вашей семье всем, чем мы можем. В той ситуации, в которую попала ваша старшая дочь, интересы ребенка превыше всего. Что за ситуация? Я хочу вам показать письмо, которое ваша дочь написала нам в проект. Прочтите, пожалуйста, то, что вы видите. Мне 16, и я просто не могу, да и не хочу жить. Живу я с мамой, отчимом и двумя сестрами. И почти 11 лет меня терроризирует отчим. Он меня унижает, покрывает матом, и, что самое ужасное, мне приходится заниматься с ним сексом. Очень боюсь за маму. У нее работает два клапана, она может умереть в любой момент. И лишь поэтому я не могу ей все рассказать. Пожалуйста, помогите мне. Я так больше не могу, и самое главное, я хочу, чтобы мама жила. Я часто спрашивала, все нормально? Со скольки лет это? Шесть. Ну, нельзя такого скрывать никогда. Так, стоп. И вот здесь сейчас я в шоке. Дима, я прошу прощения, у меня дочери 16 лет. Я сейчас, я не могу смотреть на это, понимаешь? Когда такая реакция у мамы, у меня не хватает слов. Я не знаю, что вам сказать, понимаете? Меня просто, у меня не хватает ничего. Дима, я не могу не озвучить этого, понимаешь? Потому что у меня ребенок, блин, у них разница несколько месяцев. И у меня, я не знаю, как на это реагировать. Ну, ты сказала бы мне. Я очень поняла, что ты умрешь. Я бы сказала. Уже все было по-другому. А в полицию, когда ходили, почему не сказала? Потому что я боялась. Я правда боялась, что ты умрешь. Ты этого не умирай. Ты мочешь? А мама все знала? Мама все знала? Да. Нет, я не знала. Наталья, вы догадывались об этом? Ну, у меня года, в прошлом году были какие-то подозрения. И что вы с ними сделали? Я просто спрашивала. Скажите, я ничего не сделала. Я же не могу дома камеру поставить. Наталья, ну, во-первых, можете, но в данном случае это не важно. А на основании чего у вас были эти подозрения? Сейчас даже не скажу, что это было. Ну, чрезмерное его увлечение в первых порно сайтами. На которых размещены материалы определенного характера? Не, ну, не с детьми, а... Скажите, у вас регулярная сексуальная жизнь с вашим мужем? Ну, раз, два раза в месяц. Два раза в месяц. Знаете, как это часто происходило с вашей дочерью? Нет. Скажешь маме или мне сказать? Один-два раза в неделю. Один-два раза в неделю. А самое ужасное, что ваша дочь все это терпела ради того, чтобы он хорошо относился к вам, к вашим общим детям, чтобы он не скандалил. По сути, ваш ребенок принес себя в жертву вашему мнимому благополучию. Я спрашивала, нет домоганий, ничего, нет, все в порядке. Вот смотрите. На этом все заканчивалось. Я не знаю, надо было... не знаю, как-то больше добиваться, узнавать, что происходит в семье. Смотрите, Наталья, я пойму вас, если вы скажете, что вы пришли к нему с вашими подозрениями, и он вам сказал что-то по типу еще раз такое брякнешь, убью. Ну, я вас пойму. Вы боялись за свою жизнь. Хотя, конечно, сложно мне вас понять, потому что я бы боялся за жизнь своего ребенка. У вас был с ним серьезный разговор. Не такой типа, вот я нашла страничку, а не нравятся ли тебе дети? Ну, серьезного разговора не было. Я у него раз спросила, ну, как бы это сказать. Говори, как есть. Спишь ли ты со своей пачерицей? Я вам помогу. Ну, да, что-то типа такого. И что он ответил? Он мне сказал, что больная. Ну, так оказалось, что мама в этой ситуации повела себя, мягко говоря, неправильно. Но, с другой стороны, у Яны ты единственный человек, который останется. И если мы сейчас вот разрушим их отношения, покажем вот весь ужас, поступка мамы, с кем останется девочка. Вот, Наталья, я вам честно говорю, я не понимаю вас, но только потому, что вы единственный человек, который есть в жизни вашей дочери, единственный человек, ради которого она все это терпела. Ну, я бы не хотел вот сейчас очень много говорить о том, почему вы были неправы. Понимаете, о чем я? Да. Но, с другой стороны, я бы обратил внимание на то, что ты единственная мама за все вот подобные истории, которая не стала нападать на свою дочь, не стала обвинять ее во вранье, не стала говорить я не я, и вообще это не о нас, и что тут такое, ничего я не видела. Ну да, нам тут головная зараза не изруйнувала. Потому что мама догадывалась на самом деле. Я это прекрасно понимаю. И как бы мама не говорила... Смотри, Тань, догадывались многие, но это единственная мама, которая вот, ну, об этом хотя бы говорит, которая не отрицает, вот, которая не прячется за непонимание. Ну, вот я поэтому и сделал оговорку о том, что мама единственный человек, который останется. Потому что вот такое поведение мамы, ну, говорит о том, что не все до конца там умерло. Что есть еще шанс на нормальные отношения. Что сердце не такое уж и больное. что ваше сердце способно еще чувствовать, переживать, понимать собственных детей. Вот сейчас, когда вы это узнали, что планируете делать? знаешь, какой ответ прозвучал только что, телесный? Не знаю. По сути, ничего. Это ужасно. Что делать? Что делать дальше? Писать заявление. То есть вы не сомневаетесь, что это правда? Нет. Ваша дочь прошла детектор лжи. Она это сделала для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что это правда. А в дальнейшем вы эти результаты можете прикрепить к заявлению, которое напишется. Значит, у нас был проведенный тест. Пытания были наступные. Это правда, что очень принуждал вас заниматься с ним, сексом. В ответ так, и это правда. Правда. Обратите внимание, Наталья. Принуждал. Доброй воли вашего ребенка не было. Наступное питание. Это правда, что первый половой акт с отчимом был у вас в возрасте 13 лет. Витпоедитка так, и это правда. Наступное питание. Это правда, что ваш отчим вас сексуально, не просто, а сексуально развращал с 6-летнего возраста. Витпоедит однозначно так, и это правда. 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 С 6 лет. И наступное питание. Это правда, что у вас не было половой акта ни с кем, кроме очей. Витпоедит однозначно так, и это правда. Наверное, больше того, для того, чтобы перепроверить самого себя, на предмет, возможно, человек говорит о своем отчиме. Я додатково провел еще 3 додатковых тести, у которых было по 7 опций имен, по-батькови, кто из наступных людей, например, кто из названиях, или наступных человек, примушил вас до занятия сексом. Так вот, кроме имен, которые были там брат один и другой мамы, вчители физкультури, физики и так далее, однозначно чітка реакция на Витчема Армена. Скажите, вы как профессионал дадите свое экспертное заключение, на основании которого впоследствии будет открыто уголовное производство? Беспоречно. Более того, Наталья, ваш нынешний муж полностью контролировал вашу дочь. Он считал ее своей женщиной. Он ее ревновал, он говорил ей слова любви. Он хотел, чтобы она родила ему ребенка. Он запрещал ей встречаться с парнями ее возраста. Вот с каким человеком вы живете. Вы это замечали? Ну, я знаю, что запрещал встречаться, потому что как бы материал тем, что у них в Армении нужно только после согласия родителей встречаться с парнями. Наталья, вам задали конкретный вопрос. Вы вообще знали, с каким человеком вы живете? вы знали? Ну, я не знала, что он домогается ребенка. Но вы знали о его этих наклонностях? Да, спасибо, я вижу, вы знали об этом. Ну, я просто знаю, раньше я его ловила и не раз. то есть он вам изменял? Ну, да, было. И вы к этому нормально относились? А почему? Ведь смотрите, ну, судя по всему, он, ну, не лучший вариант для главы семьи, правда ведь? Да. Скандалит, вы его ловили на измене. Зачем вы с ним? Страх. Страх? Страх чего? Что убьет. Он сказал, я покалечу тебя, заберу детей и уеду. Ну, было, что он меня побил сильно, я взяла ребенка и мы уехали в Калугу к тете. А в милицию вы обращались? Снимали ли вы побои? Нет. Почему? Он сказал, что я тебя найду, кого-нибудь найму и все равно тебя убьют. Смотрите, просто получается, ну, женщина находится в рабстве вместе со своими детьми. Близких у нее здесь нет, все родственники в России. Она на него работает. Других источников дохода, в общем-то, нет, насколько я понимаю. Есть дети, которые являются заложниками этой ситуации. Даже если Наталья там решит уехать к своим родственникам, ей для того, чтобы забрать с собой детей, нужно что, Михаил? Нотариальное согласие. Да, официальное согласие человека, который вот так вот обходился собственной семьей. А что будет дальше? Нас оградят от общения? Ну, если вы захотите. мы готовы сделать все, чтобы вам помочь. Мы поможем вам официально написать заявление, сделать это максимально грамотно. Мы приложим к этому заявлению все материалы, которые будут свидетельствовать о его вине. Мы предоставим психологическую поддержку вашей дочери. Ну, и вам, соответственно. Мы можем снять вам жилье для того, чтобы вам не пришлось возвращаться домой. Если вам нужна какая-то помощь еще, кроме того, что мы перечислили, скажите, что это должно быть. Теперь вы, глава этой семьи, вы отвечаете за собственных детей. Мужа у вас, вот, надеюсь, с этой минуты уже нет. Вот. Дальше будет приниматься решение в открытии уголовного производства против вашего супруга. и будем выяснять, как это все было, проводить необходимые экспертизы, следственные действия. Наталья, вы готовы на все это? Да. Я понимаю, что вы действительно тоже жили вот в этом состоянии страха, и вы точно так же, как Яна, адаптировались к этому состоянию постоянного страха и постоянного угнетения. Да, и это как психологическая защитная реакция, вот просто молчать и терпеть и привыкнуть к этому. Вы вот здесь, по сути, равны, как не мать и дочь, а как сестры-заложницы одной ситуации вы оказались. Да, и только теперь вы вдвоем, поддерживая друг друга, можете действительно избавиться от этого человека, от этого агрессора, насильника в вашей семье. Знаете, мне кажется, нужно просто дать время Наталье прийти в себя, потому что это явно Яна у мамы научилась самообладанию, это человек, который не хочет показывать при всех свои боли. Что вы сейчас чувствовали, когда вы об этом узнали? Что вы сейчас в себе сдерживали? Ну, я не знаю, у меня внутри все, у меня слов нету, я не могу передать это. Ну, что это страх, возмущение, неверие, отчаяние, обида, злость? желание бороться. Хорошо, это правильное решение. Отчим Яны считает себя надежным мужем и заботливым отцом. И даже не подозревает, что кто-то из его близких мог рассказать правду о его семье. Здравствуйте, Армен. Здравствуйте. Скажите, насколько мне известно, вы знакомы с результатами обследования здоровья вашей жены? Да. С сердцем все хорошо? Ну, как оказалось. Да. Зачем же вы регулярно говорили о том, что у нее сердце больное? Ведь можно было бы просто провести обследование, успокоиться раз и навсегда, и все было бы хорошо. Потом, что она жаловалась, что у нее все время болит. Но если болит, есть причина, значит, надо выяснить причину и вылечить. А скажите, вот вы как глава семьи заботливый ли вы муж, заботливый ли вы отец? Ну, вы семью спросите, что у меня спросите. А мне интересно ваше мнение. Вы себя как оцениваете? Нормально. То есть вы хороший муж и отец? Думаю, что да. Почему вы так думаете? Вот что в вашем поведении говорит о том, что вы замечательный отец, что вы замечательный муж? Потому что я их люблю. Потому что вы их любите? Конечно. А вот любить детей это как? Это что делать? Это я не могу сказать. Как? Ну, подождите. Вы их любите и не знаете, что такое любить детей? Нет. Ну, а как передать вам? Я не могу передать. Я люблю их. Дети, семья. Мы здесь говорили с вашей женой о том, что, в общем-то, вы не всегда ведете себя как хороший муж. И она говорила о том, что вы иногда и угрожали. Ну, что если она себя будет, условно говоря, плохо вести, то вы заберете детей к себе в Армению. Это правда? Ну, может сгорячаясь сказал, я такого не помню. Ну, а вы, в смысле, горячий парень? Да, такого не может быть. Нельзя детей отделять от матери. Ну, я тоже так считаю, поэтому я и уточняю, что было на самом деле. Нет. Вот ваша жена говорит, что это было... Да, не может быть такого. Не может быть такого. Обманывает. Я не знаю. И она ваша неродная дочь. Да. Но, тем не менее, она ваш старший ребенок. Да. Вы ее считаете... Ну, я ее с самого родной дочери считаю, конечно. И она говорила о том, что, ну, тоже, как и ваша жена, жаловалась на вас и говорила о том, что вы не разрешаете ей встречаться с парнями. Ну, потому что она еще маленькая. Маленькая для чего? Ну, мало ли, что могут натворить они там. Я не знаю. В смысле? Ну, в смысле, уже я не хочу распространяться. Вы боялись, что к ней могут приставать? Да. Боялись, что у нее может быть секс? Ну, я не знаю. Может быть и такое. Всякое бывает. Скажите, как вы думаете, с какого возраста девочкам может жить половой жизнью? У вас же трое дочерей, да? Ну, с совершеннолетия, я думаю. С 18 лет? Да. А как вы отнесетесь к тому, если я вам скажу, что ваша дочь живет половой жизнью с 13 лет? Ну, это как глупость какая-то. Я не думал про такое. Нет, так я сейчас это констатирую как факт. Я не знаю, я в шоке. Вы в шоке? Да. Что тут творится, я вообще не пойму. Можно я выйду? Нет. Почему? Потому что я так сказал. Мы разговариваем о судьбе вашей дочери, которая живет сексуальной жизнью в 13 лет. Как? С 13 лет она может жить. Что-что? Она сейчас в школу и домой ходит. Она ходит в школу и домой. В школе она сексом ни с кем не занимается. Значит, она с кем-то занимается сексом дома. Вы что, намекаете, что со мной занимается? Я утверждаю. Вы знаете, что такое полиграф? Да. Ваша дочь прошла детектор лжи. Вот у нас здесь полиграфолог. Прошу, еще раз зачитайте вопрос, который были заданы, ответы, которые дала Яна и прокомментируйте, правда это или ложь. Да? Это правда, что у вас был секс с отчимом. Утвердительный ответ да, и это правда. Ничего не могу понять. Что вы не можете понять? Ну, уточняйте. Мы ответим на все ваши вопросы. А что именно вам непонятно из этих ответов вашей дочери? А зачем вот это надо было спрашивать? У нее вот такие... Зачем спрашивать? Да. Чтобы у вас шансов никаких не было. А то, как вы врете, то по вашему поведению видно. Стало известно, что вы ее сексуально развращаете с шести лет, что первый сексуальный опыт... Я такой... Не хочу слушать. Что первый сексуальный опыт у нее был с вами. Почему мне плохо становится? Что первый сексуальный опыт с вами у нее был с 13. Наташа, что это такое, Наташа? А Наташу вы зачем? Я честно выйду сейчас. Пожалуйста. Поговорите сейчас. Не хочу в этом участвовать. Поговорите сейчас, Анна. Пожалуйста. А ваша дочь хотела участвовать в этом? Я этого не сделал. Отлично, тогда присаживайтесь, мы сейчас со всем разберемся. Я сейчас выйду. Мне сердцем плохо. Пожалуйста, отпустите меня. А у вас тоже с сердцем плохо? Да? У вас тоже что-то не так... Армен, присядьте, пожалуйста. Я вам как адвокат говорю. Присядьте, пожалуйста. Это глупость большая. Мы сейчас будем говорить с вами на серьезные темы. Я понял. Просто я могу откомментировать каждое ваше действие, каждый ваш шаг, да? Каждая ваша ложь, которая была произнесена. Что когда у вас хорошая семья, вы соврали и заулыбались. Как только вы начали догадываться, что здесь будет происходить, сразу вы прекратили вообще смотреть в зал на людей. Это защитная реакция. И вы перестали смотреть и на жену, и на приемную дочь. Дима, его уже трусит. Я и до этого волновался, когда сюда заходил. Почему волновались? Потому что первый раз столько народу. Это неправда, это ложь. Его трусить начало, когда он осознал. Тут все такие вот движения, закрылся все. А то, как вы рванули убегать, это говорит только об одном, что вы реально хотите убежать. Нет. Да. Ну, мне кажется, что у нормального мужчины на такие обвинения была бы совсем другая реакция. Правда ведь? Как вы думаете, какая? Не знаю. Первый раз в такой ситуации. Он бы был возмущен, он бы доказывал, что это не так. Он бы пытался прояснить, за что же его оклеветали. Объясни мне, скажи, пожалуйста. Подошел бы к дочери. Ну, как-то был бы, ну, диалог на эту тему. А вы замкнулись, потому что вы хотите обдумать собственную стратегию поведения. Я ничего не обдумываю. Я в шоке. Да. Вы закрылись, потому что хотите понять, а как себя в этой ситуации вести? Она, наверное, на зло все это. На зло. Судя по всему, Армен забыл о том, что происходило последние три года там один-два раза в неделю. Может, есть смысл ему напомнить об этом? Как вы ей... Вы помните, как вы ей предлагали, чтобы она родила вам ребенка? Глупость. Помнит. Было? Было. Реакция, да. Ульяна, это было? Это было, и не один раз. А сколько раз это было? Ну, я не считала, если честно. Ну, не меньше трех, это точно. А что происходило у бабушки в доме? Напомни Армену. Мы пришли, он сказал мне, чтобы я зашла, получается, вот, дом. Вот тут сидят, то есть тут есть лавочки, на которых сидят бабушки. И он сказал, чтобы я зашла с другой стороны, чтобы меня бабушки не заметили. Но я вошла там, бабушка Лена сидела, она меня заметила, ну, я пришла себе поздороваться, но вошла я в квартиру, он уже был в одних трусах и сигаретой. Какого цвета трусы были? Серого. Серые трусы? Ну, да, там какие-то рисунки. есть серые трусы, вам уже? Есть. Хорошо. Ну, а потом я разделась и мыли Лену кровать. Не было ничего такого, еще раз я повторю. Напомните. Ну, напоминайте, мне все равно ужас. Потому что... Ужас. Что? Ну, это реально ужас. Для вашей дочери это ужас. А для вас это ужасом станет чуть позже. Я бы хотел вас попросить написать нотариальное разрешение вашим детям, ну, вашей жене вместе с детьми съездить к родственникам в Россию. Вы можете это сделать? Не, я своих детей не отпущу. Детей я своих от тебя не отпущу. Я не дам разрешения. Почему? Я без детей жизни не вижу. А без некоторых из детей вы даже сексуальной жизни не видите. Это понятно. Я больше не разговариваю. Я сижу молча. Если хотите, полиграф включайте, я готов. Ну, вы же понимаете, да, что обманывать его у вас не получится? Я все понимаю. Все хорошо. Мы можем отправить вас на детектор лжи прямо сейчас. Идем? А куда? Ну, куда? В соседний павильон. Ну, пожалуйста. Давайте пойдем. Хорошо. Добрый день. Да, оставляю Армена вам. Не знаю, зачем Армен согласился пройти полиграф, ведь обмануть детектора лжи не так просто, как человеком. Но мы вынуждены дождаться результатов. Поэтому, поскольку у нас все происходит в реальном времени, нам нужно какое-то время подождать. Я вас приглашаю пойти выпить чай. Пойдемте. Отже, тест розпочатый. Система, акты, потому что она звучит первая вопроса и частью теста. Это правда, что у вас был секс с вашей приемной донькой? Нет. Присаживайтесь. Я знаю, что уже Армен прошел детектор лжи и скоро появится в нашей студии для того, чтобы мы с вами узнали, что он ответил и было ли это правдой. Сидать отсюда. Сейчас мы узнаем, что показал полиграф, но хочу обратить внимание, что, наверное, впервые в этой студии у человека, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетними, была возможность доказать свою невиновность. Если вдруг сейчас окажется, что вы лгали, вы готовы поехать в райотдел? Да. Готовы? Хорошо. Итак, какие были заданы вопросы, какие были ответы и являлись ли ответы правдой? Значит, следующие вопросы, которые были поставлены, первый. Это правда, что у вас был секс с вашей приемной дочерью? Ответ нет. Ответ нет. Нет. Это правда или ложь? Это ложь. Это ложь. Организм четко показал, что это ложь. Какие еще были вопросы? Следующий вопрос. Это правда, что вы принуждали вашу приемную дочь заниматься с вами сексом? Ответ нет и это ложь. Следующий вопрос. Это правда, что первый половой акт с вами у вашей приемной дочери случился в возрасте 13 лет? Ответ нет и это ложь. Четвертый вопрос, который был поставлен, это правда, что вы сексуально развращали свою приемную дочь с ее шестилетнего возраста. Ответ нет и это ложь. Мне интересно, Армен, как вы себе это объясняете? Вот полиграф показал, что вы лжете. Вот как? Не знаю. Вы по-прежнему настаиваете на том, что это все... Я ничего не делал. Она это все придумала три дня назад, когда я с ней начал ругаться, она вот это все и надумала. Можно еще вопрос к маме? Да. За час спільного проживания с вашим нынешним человеком, Арменом Робертовичем, сколько раз он вас бил? Ну, 10 раз больше, 20 раз больше. Больше? Мне Армен Робертович сказал, что было максимум 7 раз побития своей дружины с этой чешей, что он с ней проживает. Вот он тест показал честно, что и тут неправда, и плюс неправда подтвердила дружина Наталя. Наталя, я этому делу будет дан ход, какая будет избрана мера пресечения вашему мужу, но в любом случае я считаю, что на ближайшее время, пока в этой истории не будет поставлена точка, вам, мне кажется, лучше жить отдельно. Я тоже так считаю. Ну, как это? Я обеспечу вас жильем, где вы сможете чувствовать себя в безопасности и следить за ходом следствия. Спасибо. Итак, вы готовы отправиться в райотдел? Ну, вы только что говорили, что да. Вы держите свое слово? Да. Прямо из студии один за всех Михаил Присяжнюк отвез Армена в райотдел полиции. Там Яна вместе с мамой написала заявление о сексуальном насилии, а ее отчима допросили. Следующим отделом Святошинского управления полиции столицы в видимости данной подии внесена до единого реестра досудовых расследований. Заява принята, зареєстрована, открыто криминальное впроваджение за частиною третьей статтей 152 Криминального кодекса Украины. Это зболтование. Санкции статтей предупреждает покарание в виде позболивания воли сроком от 7 до 12 роков. Как и обещали, сразу же после съемки в этот понедельник Наталью с тремя детьми мы устроили в реабилитационный центр, чтобы муж ни в коем случае не мог их найти. Но уже во вторник мама Яны стала тайно созваниваться с Арменом, а в среду 2 марта быстро собрала вещи и сбежала домой. Мы успели перехватить ее только на железнодорожном вокзале. Но даже если маму не волнует расследование полиции и безопасность собственных дочерей, мы будем контролировать ход этого дела и передаем всю собранную информацию правоохранителям. Социальные службы также будут отслеживать ситуацию в семье Натальи, пока ее мужу избирают меру пресечения. Мы обязаны поставить ребенка на учет в службу по делам детей, естественно, контролировать семью, обеспечим ребенку работу с психологом, и если ей будет там угрожать опасность, будем забирать ребенка из семьи. И уже на этой неделе в выпусках новостей на телеканале СТБ мы сообщим вам о дальнейшей судьбе Яны и ее отчима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова